125 лет на связи. Сегодня звонки юбилеев. В 1892 году на Урале появились первые телефоны. Их сразу провели в дома горожан, а также в больнице и пожарную часть. Так что фразу «барышня, соедините» на заре телефонизации говорили преимущественно в экстренных случаях. Ну а сегодня в эру мобильных домашние аппараты все равно не умолкают. На телефонной станции побывал Роман Сумин. Здравствуйте! Это Екатеринбург. Проверка служебной связи. Да, попробуйте нам позвонить. Этим аппаратом Валентина Гавриловна сейчас пользуется только по служебной необходимости. А еще 40 лет назад с его помощью инженер делал людей ближе друг к другу. Вспоминает, тогда все приходилось делать вручную. Это вам не мобильный телефон. Сигнал шел по проводам. Вот это стойка служебной связи. Здесь мы связывались с городами всей нашей страны, в том числе нашей области. У нас коммутаторный цех же был. И вот оборудование, которое осталось, остатки буквально, они у нас использовались как раз для коммутаторного цеха. Первая же в Екатеринбурге телефонная станция начала работать ровно 125 лет назад. Связь в буквальном смысле была в руках телефонисток. Они соединяли абонентов через коммутатор. До автоматизма процесс дошел в 30-е годы и с тех пор совершенствуется. Сегодня стационарными телефонами заведует компьютер. Связать Екатеринбург, например, с Москвой, причем по десяткам тысяч линий для цифрового оборудования секундное дело. Люди здесь практически не нужны. Они лишь следят за тем, чтобы не было сбоев. В день такой компьютер пропускает через себя около полумиллиона диалогов. Так что отправлять домашнюю телефонию на покой рано, говорят специалисты. Такая связь хоть и не мобильная, зато сравнительно недорогая и качественная. Линии проходят под землей, поэтому глухих мест на ней нет. 400 миллионов минут за 2016 год проговорили по стационарным телефонам. Поэтому те недальновидные футурологи, которые отправляли домашний телефон на заслуженную пенсию, на мой взгляд, несколько ошибались. По статистике, стационарной связью в Свердловской области пользуются более полумиллиона человек. И это, считают эксперты, еще не предел. Роман Сумин, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.